России важен каждый. В 2020 году пройдет сиротистская перепись с населением. Главное статистическое событие десятилетия. Перепись будет и бумажная, и электронная. Главная задача – охватить максимальное количество граждан. По-вашему, для чего нужна перепись с населением? Чтобы знать статистику, вести какую-то там, сколько чего народ, где работает, как чего, где живет. Для того, чтобы узнать, сколько здесь иностранцев. Ну, чтобы статистику вести, сколько людей живет, прописано там, не прописано. Не надо никакую перепись. Может чушь, может нет. Сейчас всего можно ожидать. Не знаю, даже если подумать. Чтобы определять, сколько денег нужно зданиям, работе, чтобы люди знали, сколько надо платить. Мнения мы услышали самые разные. Так что такое всероссийская перепись с населением? Этот вопрос мы задали тем, кто организует перепись на территории городского округа Щелково, специалистам отдела государственной статистики. Переписи – это важная социальная работа, которую проводит Росстат. Количество населения всегда важно в любой мировой экономике, в том числе и в российской экономике. Определены у нас с вами экономические задачи, в которых участвует и социальная сфера, и сфера образования, и здравоохранение. Перепись включает в себя ряд вопросов, которые переписчики будут задавать опрашиваемым. На общение потребуется не более пяти минут, но от того, насколько честно и открыто будет отвечать человек, зависит, сколько больниц и школ, детских садов будет построено в городе, и то, каким должен быть стратегический запас продовольствия. Переписи населения у нас с вами проводятся в России через каждые 10 лет. Вы знаете, что последняя перепись у нас с вами была в 2010 году, и теперь она будет у нас в 2020 году. Обязательно будут задаваться вопросы и о возрасте респондента, и о поле, и о его социальном статусе, и о его знании языков, применении языков. Это впервые будет в переписных листах. Впервые в истории переписи респонденты смогут самостоятельно ответить на вопросы через портал госуслуги. Там, где нет интернета, но проживают зарегистрированные граждане, работники статистики придут и проведут опрос. Электронная бумажная перепись будет проходить в октябре. У каждого из переписчиков будет с собой планшет с указанием маршрута обхода. Как работники статистики все приняли участие в переписи через интернет-портал, через госуслуги. И прошли ее очень успешно. И эта перепись 2020 года тоже будет связана с интернет-порталом. Анкета расскажет статистам и о количестве молодого, трудоспособного населения и пенсионеров. Цифровые технологии в сборе данных щелковские статисты опробовали в ходе пробной переписи, проводимой в 2018 году в четырех регионах РФ, в том числе и Москве. Там же будут в планшете переписные листы. Переписных листов у нас будет три. Л, П и В. Последний листочек у нас будет для людей, которые присутствуют на нашей территории временно. Подготовительная работа уже началась. И мы в сентябре этого года у нас работали регистраторы, которые ходили по всему нашему городскому округу Щелково и проверяли наличие домов, которые будут участвовать в нашей переписи. Для того, чтобы регистраторы работали, им было выдано удостоверение. И были выданы вот такие портфели всероссийской переписи населения 2020 года. Мы надеемся, что и вы тоже примете участие. Михаил Налетов, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.